Самое важное за неделю в Беларуси за 10 минут в новом выпуске. Все сразу. Приступим. Неделя проходила под знаком санкций и реакции режима на их действия. Не успел еще заработать четвертый пакет, как ЕС анонсировали пятые. Если режим не образумится, что весьма сомнительно, о новых мерах давления на Лукашенко или, как назвали его режим в Страсбурге, концентрационный лагерь будет заявлено уже в этом месяце. Впрочем, и последствия четвертого пакета будут весьма плачевными, если не сказать сокрушительными. По мнению экспертов, потери для экономики могут вырасти до 6 миллиардов долларов. Многие ограничения вступят в силу после завершения действующих контрактов, но некоторых режим лишается уже сейчас. Так, один из поставщиков двигателей БелАЗ, компания Rolls-Royce, прекратила все отношения с Беларусью. Скоро проблемы возникнут и в табачной отрасли режиму придется искать новых поставщиков табака и оборудования для производства сигарет, потому как старые партнеры в ЕС объявят ему бойкот. Кстати, сигареты в Беларуси уже подорожали с 1 июля. Чтобы удар по нефтяной промышленности не стал нокаутом, нелегитимная власть пытается выкрутиться за счет Казахстана, договариваясь о поставках нефти из этой страны. Но начнутся они не раньше осени. Затронули санкции ЕС и медиапространство. Так, БТ исключили из Европейского вещательного союза. Теперь, помимо прочих бонусов, рупор режима лишился прав на вещание крупных музыкальных и спортивных мероприятий. Режим же продолжил гнуть свою линию, мол, и без вас справимся. А потом и вовсе в качестве ответных мер заявил о приостановке участия Беларуси в инициативе ЕС «Восточное партнерство». Ну то есть фактически выстрелил себе в ногу, потому как это партнерство было выгодно в первую очередь для нелегитимной власти. Деньги ЕС помогали бороться с ковидом, поддерживать зеленую экономику, проводить своевременные ремонты дорог и мостов по всей стране и даже кормить чиновников. А чтобы окончательно похоронить отношения с Евросоюзом, режим предложил главе белорусского представительства покинуть Минск и запретил въезд ответственным за санкции и представителем Евросоюза. Из хорошего все описанное не повлияет на соглашение об упрощении визового режима, и белорусы по-прежнему смогут делать шенген за 35 евро. Чтобы показать, что простые белорусы осуждают санкции, на этой неделе режим устроил масштабный флешмоб. В интернете появилось более тысячи видео с хэштегом Беларусь против санкции. Герои видео из разных уголков страны просят ЕС отменить санкции и высказываются за мир, процветание и стабильную зарплату. Впрочем, вместе с роликами появилось и немало сообщений о том, что записывать обращение белорусам пришлось под угрозой увольнения. Такой вот вынужденный патриотизм. Но режим на неделе был неукротим в своем желании довести ситуацию до абсурда. И даже опубликовал заявление президента РАН, мол, Евросоюз вообще-то должен платить Беларуси за очистку нашими лесами, загрязненного европейцами воздуха. Это теми самыми лесами, которые нелегитимная власть активно вырубает. Но подобными угрозами режим не ограничился и продолжил выпадки в сторону стран-членов Евросоюза. Лукашенко заявил об очередном заговоре и пообещал в скором времени рассказать о завершенной масштабной антитеррористической операции, по итогам которой он предъявит обвинение самому канцлеру Германии. Аккурат к этому заявлению беларусы заметили значительное увеличение активности военных на границах рядом с Польшей и Литвой. Подробнее на эту тревожную тему мы говорили в нашем вчерашнем стриме. Ссылку вы, как всегда, найдете в описании. А заодно и не забудьте подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. На фоне всех этих событий Лукашенко все чаще стал общаться с Путиным, другой-то поддержки все равно нет. На этот раз в телефонном разговоре один диктатор несколько раз поблагодарил от души другого за помощь в нелегкие времена и пообещал усилить экономическое сотрудничество. Опять же, потому что больше особенно не с кем. Усилять будут настолько быстро, что Москва и Минск подпишут программы союзного государства уже в этом году. Завершить экономическую интеграцию планируется до 1 января. Впрочем, такие решения вполне ожидаемы, ведь другой соломинки для гибнущей экономики не предвидится. Инфляция усиливается и белорусы это уже чувствуют. Так, согласно последним исследованиям, всего 12% жителей страны верят, что все стабильно и цены больше расти не будут. Реалисты же обращают внимание на факты. Беларусь признали страной самым медленным ростом ВВП среди стран СНГ. 4% белорусов живут за чертой бедности, а пенсии уменьшаются уже пятый месяц подряд. Чтобы хоть как-то оттянуть катастрофу, чиновники продолжают в ручном режиме сдерживать рост цен на многие товары. Так, госрегулирование на социально значимые продукты продлили до 23 сентября. При этом в стране ожидаются изменения, которые еще больше ударят по кошелькам белорусов. Так, в июле придут жировки, рассчитанные по новым тарифам. Медикам отменят надбавку за высокие достижения в труде. Работникам культуры на дбавку за высокие профессиональные и творческие достижения. Заработает в июле и обновленный трудовой кодекс. Теперь вас смогут уволить за распространение информации о происходящем на предприятии, за административный арест, а также за предъявление политических требований во время забастовки. Причем уволить бастующего работника смогут без предварительного уведомления или согласия профсоюза. Минтруда заявили, что эти новшества ввели для защиты национальной безопасности, общественного порядка и здоровья населения. Мировое сообщество такую защиту не оценило, и Беларусь на этой неделе оказалась в числе 10 стран-аутсайдеров глобального индекса по соблюдению прав трудящихся. Компанию нашей стране составили в этом списке Гондурас, Мьянма и Зимбабве. Тем временем надежда на открытие границ страны не оправдалась. Несмотря на недавнее заявление Минздрава, что уже вроде бы и можно, в ответе на петицию беларусов с требованием снять ограничения на выезд из страны наземным транспортом, чиновники заявили, что пока рано. И вообще это не наше решение, а рекомендация ВОЗ. Зато вот для приезжих страна на распашку. Теперь граждане 73 стран смогут без визы приехать в Беларусь для вакцинации от COVID-19. Указ был подписан бывшим президентом не по доброте душевной, а для заработка. За введение двух компонентов вакцины иностранцы должны будут заплатить до 150 рублей. Насколько эффективным станет прививочный без виз покажет время. Но пока даже сами беларусы вакцинируются не так массово, как хотелось бы Минздраву. На данный момент спутникам привились лишь 6% жителей страны. Без ЧП неделя не обошлась. Началась она с природной катастрофы. Из-за гроз с ливнями света лишились 50 населенных пунктов. Были повреждены крыши 37 зданий. Дождь уничтожал дороги, а Минск и вовсе затопило так, что людей приходилось эвакуировать. К сожалению, без жертв не обошлось. Из-за падения дерева погибла одна женщина. Но вместо того, чтобы приводить страну в порядок, режим решил продолжить репрессии. Трендом последних недель стало давление на бизнес. На этот раз силовики пришли в офис парфюмерно-косметической фабрики Модум. По словам работников предприятия их заперли в помещении, а руководство задержали. Без абсурдных приговоров тоже не обошлось. Так Минчанку, которая попросила съехать со съемной квартиры помощницу прокурора, осудили на два года домашней химии. За переделанный в твиттере гимн Беларуси учительницу музыки приговорили к одному году домашней химии. Сутки получили и участники соревнований по триатлону в Минске, якобы за выкрикивание лозунгов. Задержали для разбирательства и выпускницу Юрфака БГУ, которая во время вручения дипломов высказала благодарность преподавателям, в том числе уволенным и арестованным по политическим мотивам. К счастью, одиночный пикет Нины Богинской у здания МВД арестом не закончился. На этот раз активистка вышла с плакатом в поддержку узников режима. Напомню, что есть множество способов поддержать политзаключенных и их семьи. И это не только пикеты, но также письма, посылки и переводы. Все подробности в описании к выпуску. Впрочем, в Новой Беларуси все осужденные по политическим мотивам быстро выйдут на свободу благодаря новому проекту по амнистии, который презентовал штаб Светланы Тихановской. Включает проект и экономическую амнистию, которая позволит освободить осужденных по политическим мотивам, но с применением экономических статей. Еще одной хорошей новостью от демократических сил стал новый проект для финансирования перемен в Беларуси. Digital Solidarity станет единой платформой для пожертвований, которые помогут пострадавшим, поддержат партизанское движение и усиление внутреннего давления на режим. Гарантами того, что собранные средства будут использованы по назначению, выступают «Голос», офис Светланы Тихановской, НАУ и фонд солидарности Байсоу. Но не только протестному движению нужна поддержка всех беларусов. Одна из старейших газет страны, народная воля также просит о помощи. Чтобы спасти издание от гибели, после запрета на реализацию печатной версии, нужно подписаться на PDF-версию газеты. И напоследок о культуре. В то время как новые работники Купаловского театра выступают на открытии алкогольного магазина в Молодечно, старые купаловцы приготовили яркую премьеру. Оценить ее можно на YouTube-канале свободных актеров. Не без премьер прошла неделя и на Маланке. Наш новый проект «Народ спросит» появился для того, чтобы каждый беларус смог найти ответы на самые волнующие вопросы о происходящем в стране. Краткая версия программы будет выходить по пятницам, а подробное обсуждение ваших вопросов с экспертами пройдет уже в ближайший четверг на канале Маланка Лайв. Хотите о чем-то спросить? Пишите в комментариях. И не пропустите итоговый выпуск новостей Маланка регионы уже сегодня вечером. И побольше хорошего всем нам на следующей неделе.